Добрый вечер! Большое спасибо, что посвятили прекрасный летний вечер нашей теме. В такие моменты мне иногда хочется убежать, потому что я опять загнал себя в угол, опять взял тему выше своей головы. Дело в том, что Бердяев, философ, он, во-первых, очень сложный, очень противоречивый. Это, как говорят, любимый философ Владимира Путина, и в то же время, не любимый, любимый Ильин, а философ, которого он читал. А в то же время, любимый философ, не побоюсь этого слова, главного мистического анархиста, русского панк-музыканта Егора Летова. Если кто не слышал про такого, то это человек, для которого творчество являлось шаманизмом, являлось выходом в какие-то другие сферы бытия, то есть неким мистическим действом. И этот человек был радикальным анархистом, и вот он часто цитировал Бердяева. Бердяев был философом, который это призывание свое знал с раннего детства, а в то же время он всегда боялся всяческой академичности. Ему было страшно представить, что он будет где-то читать лекции в университете, защищать какие-то диссертации, и он никогда этим не занимался. И в то же время, почетный доктор Кембриджа. Это мыслитель-маргинал, который большую часть своей жизни провел в тюрьмах и ссылках. Это мыслитель, которого семь раз выдвигали на Нобелевскую премию. Такая вот сложная личность, этих противоречий, как мы увидим, гораздо больше. Вторая сложность для меня состоит в том, что лучше, чем сам Бердяев, его мысли вряд ли кто-нибудь сможет изложить. И я на это не претендую, но я предлагаю такую совместную экскурсию, некий мистический поход по тропам Бердяева, и постараюсь, чтобы это было интересным и полезным для нас. Я упираюсь на том, что это совместное творчество. Возможно, мне сегодня откроется нечто такое, что раньше не открывалось. Может быть, кто-то чем-то поделится. Наша тема творчества. Поэтому хочется выйти из их строгих академических форматов. Повторюсь, что Бердяев академическим философом не был. Начну, наверное, с истории, связанной с этой книгой. «Смысл творчества» есть книги, которые просто книги. А есть книги, которые радикально меняют нашу жизнь. То есть без них наша жизнь, возможно, была бы совершенно иной. Потому что мысли, которые в этих книгах содержатся, меняют тот мир, в котором мы живем. Ведь во многом наше мироздание находится в нашем сознании. Его определяют те установки, которые находятся в нас. И однажды эта книга радикально сменила исходный код моего мышления. Это было весной 2011 года. Я шел в аспирантуру. По дороге заглянул в книжный магазин «Интарный сказ». Может быть, кто-нибудь помнит такой. Очень интересный магазин. Там лежала эта книжечка. У меня в то время произошла такая радикальная деконструкция всего. До этого я учился на физмате. И, наверное, не был таким радикальным сцентистом-материалистом. Но все равно где-то на подкорке это было. Было убеждение в том, что в конечном итоге на все вопросы нам рано или поздно ответят естественные науки. Математика, физика и так далее, и так далее. И вот к тому времени стало происходить что-то радикальное. Я открыл Канта, открыл Гегеля. И везде были маленькие или большие открытия. Флоренские. И у каждого свой космос. У каждого совершенно разные миры. И я бы назвал это таким режимом воды. Есть режим земли, где все понятия строго определены. Где все фиксировано. Где мы знаем точно, как все устроено. Или почти точно. А есть режим воды, где эти логические цепочки, наши убеждения распадаются. И мы плывем. Мы плывем в неизвестность. И вот я плавал в поисках некого островка. Все-таки я искал истину в этом океане, как мог. И открываю я книжку. Читаю. Примерно следующее. Сейчас найду. И было ощущение, как будто бы из книги в мою жизнь ворвался некий ветер. Возможно, даже вихрь. И этот вихрь принес свободу. Внезапно как будто рухнули некие цепи, которые меня связывали. Внутренне, духовно. Что же я там такое нашел? Где-то здесь это было. Путь освобождения от мира для творчества новой жизни. Есть путь освобождения от греха. Преодоление зла. Собирание сил духа для жизни божественной. Рабского мира у необходимости и данности есть не только несвобода. Но и узаконение и закрепление нелюбовно разодранного, некосмического состояния мира. Свобода, любовь. Рабство, вражда. Выход из рабства в свободу, из вражды мира в космическую любовь. Есть путь победы над грехом. Над низшей природой. И нельзя не допускать до этого пути на том основании, что греховна человеческая природа и погружена в низшие сферы. Великая ложь и страшная ошибка религиозного и нравственного суждения оставлять человека в низинах этого мира во имя послушания последствиям греха. На почве этого сознания растет постыдное равнодушие к добру и злу, отказ от мужественного противления злу. Подавленная погруженность в собственную греховность рождает двойные мысли. Вечное опасение смешения Бога с дьяволом, Христа с Антихристом. Эта упадочность души к добру и злу, постыдно равнодушная, ныне доходит до мистического упоения пассивностью и покорностью, до игры в двойные мысли. Ну и так далее. Чем же это меня так поразило? Представьте себе юношу, который в детстве рос на книгах Жюля Верна и Манрида, читал о дальних странствиях, потом увлекся рок-музыкой, отрастил длинные волосы, в старших классах читал Ницше и Бакунина, на первом курсе стал участником радикального политического движения. И мне хотелось, чтобы жизнь была интересной и яркой, такой, как в книгах Жюля Верна, возможно, где-то там архетип капитана Немо, анархиста, действовал во мне. И в то же время была другая сторона, был другой полюс. Иногда с той стороны души как будто бы стучалась вина. Вина за то, что я сделал, а в большей степени за то, что я не сделал. Мне казалось, что если меня взвесить на весах справедливости, как в древнеегипетском мифе, на одной чаше человек, на другой – перышко мат, богини справедливости. И вот если перышко перевесит, то для человека плохо. Мне казалось, что я буду очень легким, если меня на таких весах взвесить. И, наверное, в точке максимума своего практического нитшеанства, я вдруг посмотрел фильм «Остров» Павла Лунгина, и меня поразила эта отчаянная Иисусова молитва монаха «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного». Ну, наверное, многие смотрели. И это нечто прямо противоположное тому, к чему я стремился всей душой. И в то же время в этом я чувствовал какую-то правду. В этом не было обещаний дальних странствий, яркой и насыщенной жизни, но будто бы была некая надежда спасения, некий ответ вот этой вот вине, которая стучалась с той стороны. И, в общем-то, это такое очень примитивное, но в то же время очень распространенное мировоззрение, это противоположность, где есть земля и есть небо. И земля — это вот эта вот яркая, насыщенная жизнь, это самоутверждение, это творчество, а небо — это умоление, это путь смирения, покаяния. И никаких перспектив для творчества, для той вот жажды сбыться, которая во мне звенела, я там не видел. И вот это противоречие разрывало меня, как две такие цепи в разные стороны тянущие. И здесь я тогда услышал ответ. Я подумал, неужели это правда? Неужели путь духа не означает подавленности, не означает отказа от творческой составляющей, от того даже, чем меня привлекал Ницше и Егор Летов? Неужели путь духа — это путь свободы и творчества? Я был в неком опьянении. И помню, тогда я книгу не купил по какой-то причине, а вечером понял, что уже купить не успею, позвонил жене, чтобы она срочно купила. Но представляете, вот такая жажда найти книгу, которая не просто книга, а в которой ответ, который ты так долго искал, в которой ты найдешь смысл жизни. Вот такое наивное, серьезное отношение к книге. И она купила эту книгу, вечером я начал читать. И что же я там увидел? Да, для меня это была книга «Портал». Глава первая. Философский штурм ундранг. Философская буря и натиск. Это такое философское хулиганство. Обычно, как мы знаем, философские трактаты начинаются с такого обстоятельного введения, с такой истории вопроса, некой интеллектуальной карты, кто как думал, а что нового предложит философ, с каких-то аргументов, постановки задач и так далее. Мысль Бердяева стремительна, как вихрь. Он ничего не доказывает. Он провозглашает тезис за тезисом. И в этих тезисах огромная сила. Он говорит о том, что философия больна, и больна страшной болезнью, болезнью рефлексии и сомнения. А самое страшное в том, что философия пошла на поводу у науки, то, что она хочет стать научной. Это значит, что она отказалась от своего предназначения. Ибо наука по Бердяеву занимается царством необходимости, царством природы, царством земли, царством кесаря, миром данного. И в этом преуспевает. И она нужна как способ приспособиться к этой реальности, познать вот эту реальность причин и следствия. Но есть область свободы духа и творчества. И приходить туда с наукообразной терминологией, это все равно, что черпать воду решетом. Это бессмысленно. Это все равно, что орла заставить плавать в океане или жить в курятнике. А в философии есть другое. Что это такое, об этом мы будем говорить сегодня много. Но в чем же беда науке? Если немножко дальше прыгнуть. Философия к началу XX века стала критической по преимуществу. Она очень увлеклась гоносеологией, теорией познания. Как мы познаем вещи? Она перестала непосредственно познавать реальность, думать, что она познает реальность, как когда-то думал Платон, Аристотель или Фома Аквинский. Она стала размышлять о том, как она познает, изучать то, как она познает реальность. И Побердяеву это замкнутый круг. Если мы придумываем теорию, гоносеологию, которая объясняет нам, как познавать реальность, то нужно создавать гоносеологию гоносеологии. У Льюиса Кэрролла, сказочника и логика, был очень интересный парадокс, с этим связанный. Пусть из А следует В. И утверждение С состоит в том, что из А следует В. Можно сказать, что С доказывает, что из А следует В. Но ведь С тоже нужно доказать. И вот таким образом появляется бесконечная цепочка. Нам нужно доказывать, что доказательство является истинным. А потом нам нужно доказывать, что доказательство является истинным. И таким образом мы все более удаляемся от реальности. Мы вязнем вот в этой теории познания, а к самой реальности доступа у нас нет. И как же выйти из этого тупика? Мне вот вспомнился такой парадокс. Момент, где я не могу согласиться со многими, не со всеми, со многими православными верующими, которые говорят, что для того, чтобы понять священное писание, необходимо, конечно же, читать комментарии святых отцов. Вот без комментариев святых отцов мы их не поймем. Хорошо. Но кто же нам поможет понять эти комментарии? Нужны комментарии на комментарии отцов тогда. И комментарии на комментаторов этих комментаторов. Есть ли другой путь? По Бердяеву и по священному писанию есть. Это непосредственное вживание в истину. Непосредственное соединение с истиной. Как говорится в Евангелии, придет утешитель, наставит вас на всякую истину. И нам открыто это духом святым. Но Бердяев, он, конечно, не всегда опирается на писание, но он тоже говорит о том, что истину можно познать только непосредственным, симпатическим, любовным вживанием. Он говорит о любовном познании. Он говорит, что настоящая философия всегда эротична. И это не нужно путать с сексуальностью. Это совершенно разные у него понятия. Понятия только так, только соединяться с истиной, быть в истине. И там, где нет этой любви, быть я в истине, там есть доказательства. Но доказательства для Бердяев в конечном счете не играют никакой роли. Доказательства – это всегда средний уровень, они могут быть разные, их тоже нужно доказывать. А философия – это прорыв человеческого духа к области, где обитает истина. И вот как возможен такой прорыв? Философия по Бердяеву обязана быть антропологией. Он говорит, что мы, не мы, а философия современная, забыла о том, что философствует в конечном счете человек. Философия хочет быть и безличной. Она или хочет растворить человека в мире каких-то фактов внешних, в эмпирике. Или она хочет свести все к неким логическим, рациональным структурам. А человека со всеми его вопросами, со всеми его страданиями, поисками в этой современной академической философии как бы и нет. И Бердяев полагает, что философия настоящая возможна только постольку, поскольку человек есть маленький космос, микрокосмос. В человеке вся Вселенная. Вся человека больше, чем Вселенная. Даже он говорил, что с детства чувствовал, что глубина, которую он находит в себе, больше той глубины, той бесконечности, которую он находит снаружи. Вот в этой внешней материальной Вселенной. Он очень чувствовал вот это измерение Духа. И интересная у него метафора. Мне сегодня сложнее, потому что я обычно привык очень много математических примеров приводить. Бердяев не флоренский. Он математику, по-видимому, не очень любил. Но он говорил, что в человеке есть четвертое измерение. В конце девятнадцатого века был настоящий бум четвертого измерения. Все его искали. Эйнштейн говорил, что это время. Так человек есть микрокосмос. Именно поэтому он может философствовать. Именно потому, что все смыслы в конечном итоге находятся в этом измерении Духа. Человек и может пробиться к смыслу. И я бы хотел сделать небольшое вирическое отступление в нашу тему сегодня творчества. Поэтому сегодня будет много творчества. Бердяев меня намного вдохновлял. И следующая песня о таком четвертом измерении человека, которое можно найти в нашем Духе. Духа, 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 Духа. Так долго тебя я искал В городе черных зеркал В городе черных зеркал Так долго тебя я искал Но не нашёл тебя там, Свернул на аллею я сам. Сам я себе, господин, Сам я себе, господин, Статуя жалкий кретин, Статуя жалкий кретин. Площадь великого я, Площадь великого я, Где золотая свинья, Где золотая свинья. Ну вот я глаза закрываю, И вижу родные цветы, Пространство вечного мая, То место, где ждёшь меня ты. Прямо над головою Путь расстилается в Млечный, И я пойду за тобою, Попой за вечностью. Сел на случайный трамвай, С надписью душу продай. С надписью душу отдай, С надписью душу отдай. Станция чистых сердец, Станция чистых сердец, С надписью душу отдай, С надписью душу отдай. Но вот я глаза закрываю, И вижу родные цветы, Пространство вечного мая, То место, где ждёшь меня ты. И прямо над головою Путь расстилается в Млечный, И я пойду за тобою, Попой за вечностью. Станция грех и порог, Станция сам себе бог, Станция близится срок, Станция полный урок. Станция старости боль, Станция старости боль, Станция старости боль, За нею кольцо полный ноль. Есть ещё время, есть ещё время сойти, На перекрёстке самой заветной мечты, Есть ещё время, есть ещё время сойти. Я помню то место, Где ждёшь меня ты. И вновь я глаза закрываю, И вижу родные цветы, Пространство вечного мая, То место, где ждёшь меня ты. И прямо над головою Путь расстилается в Млечный, И я пойду за тобою, Попой за вечность. Вот интересно, что эту улицу не найдёшь в Калининграде, Не найдёшь в Москве, Петере, нигде в нашем мире, Потому что она находится не в Эвклидовом пространстве. У Гердяева есть интересные рассуждения о времени, О том, что никакое время не четвёртое измерение. Дело в том, что когда мы входим по-настоящему, Четвёртое измерение, в мир духа, в мир творчества, Мы выпадаем из области времени. Время – это уже объективация. Время – это уже царство мира сего, царство Кесаря. И он очень болезненно переживал время всегда. Говорил, что не мог себя чувствовать счастливым практически никогда. В самые радужные моменты жизни, моменты влюблённости, Моменты переживания красоты. Он всегда страдал от того, что однажды это закончится. И очень остро чувствовал тоску по вечности. Если нет вечности, то нет ничего по Гердяеву. Очень интересно попробовать измерить этого бердяевского человека. Я думаю, каждый философ, который хотел ответить на ключевые вопросы, Рисовал некий портрет человека. К примеру, интересный портрет нарисовал герой Достоевского, Игорь Гайлов, который говорил, что если речность – это банька с пауками. Мне кажется, некоторые мировоззренческие системы похожи на эту баньку с пауками. К примеру, возьмём материализм вульгарный или диалектический. Жизнь человека помещена в некий замкнутый объём. Я вот с детства увлекался историей, и, возможно, из-за этого жизнь человеческая, пускай очень большая история, мне кажется, просто каплей. Мне кажется, что время очень стремительно. И вот этот момент, 2010 год, когда я впервые открыл эту книгу, такое ощущение, что он был только что. И вся жизнь как одно мгновение такое, если задним часом на неё оглядываться. И поэтому в таком мировоззрении человеку приходится как-то гордиться. Человеку очень тесно и душно кричит, как Светригаев, помните, закричал «воздуху, воздуху». А воздух же – это символ духа. Интересно, что у многих авторов, поэтов, воздух связан со свободой. И это возникает совершенно спонтанно. У Шевчука осень – это ветер вновь играет рваными цепями. У Газманова свежий ветер, он не зря прилетал. Пыль стряхнул и распахнул мне окно. Мне давно трудно всё это. У группы «Наутилус» герой идёт по воздуху. Это некая стихия духа, но не просто эти слова так похожи. И в такой картине мира мне было бы очень душно. Но если взять кантовскую гносеологию… Гордеев так интересно к Канту подходит. С одной стороны, он говорит, что это философия греха и объективация, философия закона, философия рабства. И здесь это рабство создаёт наш рассудок. Он нас держит на своей территории и не позволяет пробиться к смыслу, к источнику свежего воздуха. И в то же время он считал Канта гениальным философом. Потому что Кант всё-таки открыл форточку. Кант же говорил о запредельном. Главное, его тема – Бог, свобода, бессмертие. Просто по Канту к этим смыслам нет тропинок законных для человека. Когда мы вступаем на то, что нам кажется такой тропинкой, мы неизбежно впадали в противоречие, в антиномии. Потому что это мир вещей в себе. То есть мир такой, каким он является вне познающего. А мы всегда находимся в мире, который находится в нас, в нашем рассудке. И мы никогда не можем пробиться вот к тому миру, который на самом деле. К тому миру, где возможно обитает Бог, свобода и бессмертие. А вот Бердяев считал, что существуют тропинки, которые ведут туда. Которые ведут туда, где, как пела одна знакомая исполнительница, рождаются эти стихи. Интересно, где рождаются песни, где рождаются гениальные картины. И есть разные ответы на этот вопрос. Для неоконтианцев культура связана с ценностями. И культура есть некий противовес жизни. Культура это уже не сама жизнь, а ее символы. И Бердяев с этим был не согласен. Он полагал, что творчество это как раз таки и есть проникновение в сердцевину мироздания. Проникновение туда, куда нас не проведет никакая наука, никакая сухая философия. Не проведет ни Гусер, ни Кант, ни Фома Аквинский. Потому что творчество связано с событием. А почему так? Почему оно связано? Да потому что, когда мы творим, мы не существовавшее прежде делаем существующим. Мы, если мы по-настоящему творим, должны установить контакт с той областью, где рождаются эти стихи, где рождаются эти смыслы, где появляется нечто абсолютно новое. И Бердяев не был согласен с философскими моделями, такими как неоглатонизм, где ничего нового не возникало, где было перераспределение уже данного. Эманация, эволюция, неважно. Для Бердяева было важно то, что в мире может появиться абсолютно новое, абсолютно небывалое. И человек, что просто удивительно, может получить доступ к этой точке. И вот мы говорили об измерении Бердяевского человека. Бердяевский человек больше Вселенной. В Бердяевском человеке находятся все смыслы. И ему никогда не душно, поэтому все духовное находится в нем. И это выглядит несколько странно, наверное, даже в такой крестьянской православной перспективе, потому что такому ортодоксальному православному человеку, в данном случае и протестантскому, в общем-то не должно быть душно. Ведь он знает, что есть нечто большее, чем вот этот ограниченный объем нашей жизни. Есть жизнь вечная, но, наверное, можно это нарисовать так. Маленький человечек, который должен умоляться, который должен считать себя ничем. И большой бесконечный мир, как удивительно сравнивал нашу жизнь с готическим собором, английский писатель Джордж Макдональд говорил, что мы как будто бы находимся под крышей. Вот вся наша земная жизнь — это внутреннее пространство, и мы не видим вот этого бездонного неба, которое находится за этой крышей. А смерть — это просто когда там появляется проем. И это тоже прекрасно, это тоже удивительно, но Вердяев хочет верить в большее. Он хочет верить, что в этом вечном измерении человек может гулять уже сейчас, что он, в общем-то, уже в данный момент вечное существо. И вообще, возможно, вы заметили, что сегодняшний мой доклад, он такой ритмический, я то и дело возвращаясь к определенным вещам, точно так же делает Вердяев. В отличие, скажем, от Флоренского, у него нет какой-то утонченной игры в бисер. Вот мне нравится Флоренский тем, что когда ты говоришь о нем, можно с музыки прыгнуть на математику, а из математики прыгнуть в литературовед, изучить путь, по которому гулял Данте и так далее, и так далее. А у Вердяева, в общем-то, есть одна центральная тема, одна мысль, он сам об этом говорил, это тема творчества. И его мысль как такой вот изломанный фрактал, и это можно заметить даже потому, что он возвращается к определенным именам. Вот у него есть пункт, где он там немножко похвалит и поругает доктора Штейнера, основателя антропософии. И есть пункт, где он снова там поругает Канта и похвалит, и так далее, и так далее. И снова и снова он повторяет вот эти свои мистические откровения. Но интересно, что это воспринимается как нечто абсолютно новое, нечто абсолютно свежее. Он говорит, что когда перечитывают любимые книги, у него такое ощущение, что он читает их впервые, потому что истина вечно юна, вечно прекрасна и динамична. Истина является живой, поэтому мы будем возвращаться ритмически к одним и тем же вопросам, но и при этом будем пытаться раскачиваться. Вот он рассуждает об этом вечном космическом человеке, вспоминает каббалистического Адама Кадмоуна, который одновременно и Первый мир, и человек. Я сразу же говорю, что я не хочу связываться ни с такой эзотерикой. Бердяев смело связывался, не боялся ничего. Для меня это уже какие-то темные тропинки. Но, тем не менее, здесь какое-то, конечно, созвучие с христианской антропологией есть. Человек как существо космическое, как огромный мир. Человек, который включает в себя одновременно мужское и женское. Все человек. В этом же говорит герметизм. Но что же является предельно конкретным выражением вот этого абсолютного человека, без которого невозможна философия? Бердяев не доказывает, Бердяев просто утверждает, что этот человек – это Иисус Христос. Вот его самосознание – это и есть абсолютная глубина, абсолютная тайна. Сложно представить, что происходило в этом сознании. Был ли это человек, который осознал, что он Бог? Был ли это Бог, который осознал себя человеком? Он говорил о том, что и в Боге рождается человек, и в человеке рождается Бог. Но Иисус Христос – это пересечение всех миров. И это некий портал, войдя в который человек попадает в область абсолютного смысла, абсолютного бытия. И интересны его взгляды на христианские догматы. Он говорил, что догматы – это окаменевшие мистические откровения. Сначала мистика, то есть путь восхождения, спонтанного, стихийного восхождения к сути. И есть некие окаменевшие формы. Вот этими формами он считал культ, он считал догмы. Для него огромное значение имел догмат о троице, но он понимал его не совсем так, как понимает ортодоксия. До него троица – это основа вечной динамики, вечной весны бытия. Это вечный диалог отца, сына и духа. Это непрестанное творчество. Здесь мне вспомнилась строчка удивительная из Николая Кузанского. «Твое творчество есть твое бытие». То есть для Бога творить – это то же самое, что быть. И еще более удивительно то, что человек может стать соучастником этого творчества. Вот Иисус Христос – дверь, через которую человек может войти в область этого абсолютного творчества. И стать участником этого постоянного кругооборота, возникновения нового во Христе творение продолжается. Делаю небольшую паузу. Моё творчество тоже, наверное, очень сильно повлияло в Бердяев. Иисус Христос. Меня не покидает эта мысль То, что во всем вокруг заложен смысл Во мне, как в море, истина гадит И солнце поднимается в груди Так круто, что захватывает дух Я сердцем вижу сокровенный звук Здесь все, как в вечной книге письмена Здесь все, как в новой жизни семена Глядись в невидимую подоплеку всех вещей Мы принимаем оттуда в токе лучей Мы словно антенны устремленные быть Я слышу голос внутри Молись, чтоб это время пришло и пришло для всех Чтоб вместо плачей и воли слышался смех Подобно закваске царства небес Мы будем, как дивный загадочный лес Гуляет там ветер предвечной любви Ты только голос его лови Меня не покидает эта мысль То, что во всем вокруг заложен смысл Вокруг, как море, истина плутит И солнце, такие горизонты впереди Вся жизнь теперь похожа на алкарь Там сердце принесут тебе как дар Смотри, так проявляется невидимый мир Сияет сознание, как камень сапфир Оно отражает царство небес Смотри, мы вступили во время чудес Но это только для тех, кто поверил в мечту А мечта неизбежно ведет ко Христу Ведь в нем обитает вся полнота В нем мы постигаем суть бытия Не покидает эта мысль Глядись в невидимую подоплеву всех вещей Мы принимаем от друга в потоке лучей Мы словно антенны, устремленные в бысть Я слышу голос внутри Молись, чтоб это время пришло и пришло для всех Чтоб вместо плачевое слышался смех Подобно закваске царства небес Мы будем, как дивный загадочный лес В летом ветер предвечной любви Ты только голос его лови Не покидает эта мысль Аплодисменты 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 Ну да, наверное, по-где-генто Ну, да, что это такое Вообще, чем не нравится тема Бердяев, здесь можно делать ошибки смело, потому что Бердяев Бердяев любил не классицизм, а романтизм А классицизм он не любил, потому что полагал, что совершенство возможно только в актуальной бесконечности Здесь в царстве необходимости, не свободы, совершенства невозможны Творчество Похоже на жизненный порыв Бергсона Он, кстати, говорил о том, что философия больна, но сейчас происходит кризис философии И одним из пророков новой философии является французский философ Бергсон Который писал о том, что сущность жизни, смысл всего происходящего мы никогда не поймем нашим рассудком А понять мы его сможем, вернее, поучаствовать в этой сути, в этом смысле только путем симпатического вживания, соединения Для Бергсона огромное значение игровой интуиции И вот Бергсон интересно говорил об эволюции Он говорил о том, как получается, что есть второй закон термодинамики, согласно которому в мире постоянно возрастает беспорядок Постоянно возрастает энтропия И, казалось бы, все должно идти к упадку и разрушаться А мы видим, как появляются эти растения, эти чудо-животные, человек И он говорил о том, что есть некий неизвестный антиэнтропийный фактор Некий родник, из которого изливается жизнь в этот мир И когда мы смотрим, скажем, на ракушку, на какой-то организм Это не есть сама жизнь, это есть следы этого жизненного порыва Есть поток жизни, который течет сквозь реальность, и он оставляет следы И вот это вот разные ракушки, наши тела А по Бердяеву в произведении искусства есть такие ракушки Окаменевшие остатки настоящего творчества И поэтому он полагал, что романтизм интереснее, чем классицизм Классицизм претендует на абсолютные формы, совершенные формы в этом мире А романтизм, он всегда направлен на запредельное И это всегда недостроенная башня Но она тем и прекрасна, что она указывает на бесконечность Я, наверное, прочитаю что-то Вот так вот открою на любой странице И немножко вдохну Бердяевы Чтобы все проникнули с давным словом Он божественное присутствие на земле Он Адам Небесный, который, исходя из верховной и первоначальной тьмы, создает Адама Истина о человеке не была полностью раскрыта в христианской церкви Которая для цели искупления охраняла ветхобиблейскую антропологию Но большая истина о человеке приоткрылась в мистике И прежде всего в мистике каббалистической Обычно в Бердяеву где не откроешь, что-то потрясающее увидишь Но вот сейчас мне не повезло Почему им хорошо? Творчество и искупление Как они соотносятся? Бердяев говорил о трех эпохах Есть эпоха закона, эпоха Ветхого Завета Когда появляется закон и делает явным грех Становится очевидно, что с человеком что-то не так Он существо, которое когда-то занимало царственное положение во Вселенной Но упало в какие-то нижние бездны и не может найти дорогу назад И вот закон говорит этому человеку, что ты не прав И это эпоха послушания и необходимости Закон не обладает живительной творческой природой Закон может только заставить что-то делать Почему он говорил, что кантовская философия Это философия греха, философия закона Потому что у Канта все построено на долге Категорический императив Он говорит, что мы должны Очень сильно ошибаться Бердяев вас ошибался Бердяев в одном случае Нечего Я потом, может быть, покажу 30 секунд Ну хорошо, хорошо, да Я полагаю, что он много где мог ошибаться И у меня самого к нему много вопросов Тут даже не в Канте Так или иначе есть такой образ мысли Когда основа нравственности, духовной жизни Это вот это вот Ты должен Ты должен И ты должен, скорее всего, всегда переступать через себя Вот эта эпоха закона Есть эпоха искупления Евангельская эпоха Иисус Христос, свои жертвы Конечно, Бердяев же находится в христианской антропологии Как ни крути Искупил человека от рабства закона Он сделал человека свободным Как эта свобода обретается человеком Тем, что этот груз грехов От которого закон не освобождал Он только указывал на него Падает с плеч Иисус Христос умер за грехи Простил грехи И когда груз падает Человек обретает свободу Но далее Бердяев ставит вопрос Неужели это конец? Неужели нет ничего большего? Неужели Бог допустил все это? Создал человека Позволил ему так низко упасть Только для того, чтобы вернуть это К первоначальному состоянию Неужели в истории человеческой В конечном счете нет никакого смысла? И Бердяев уверен, что есть третье откровение Это откровение, к которому человек должен прийти сам Это откровение о творческой роли человека в мироздании В этом мире не одно действующее лицо Не только Бог, но есть еще и человек И человек может привнести в этот мир что-то принципиально новое Когда я излагаю взгляд Бердяева Что это не означает, что я абсолютно с ним согласен Я в данном случае не знаю, как оно на самом деле Но тем не менее мы говорим о нем Ему мало чисто Божьего мира В том смысле, что в этом мире уже все существовало заранее в Боге В мире Бердяева есть абсолютная тайна, абсолютная бездна Он тут берет термин Яковл Домя, он грунт Некая бездна свободы, в которую полностью проникнуть не может даже Бог Спорный, конечно, тезис И тем не менее, вот эта бездна играет огромную роль в Философии Бердяева Вот там должно, оттуда должно прозвучать новое слово И это новое слово должен сказать человек Но тут можно немножко поспорить с Бердяевым Он говорит, что Библия ничего не говорит о творчестве Что мы должны к этому прийти сами Я вижу там массу намеков на то, что человек – это существо творческое Ну, во-первых, то, что человек создан по образу и подобию Божьему И, кстати говоря, философ-вышеславцев, который во многом шел параллельно Бердяеву Говоря о этой творческой роли человека, цитировал Святых Отцов, цитировал Писание И для него достаточно было вот этого богоподобия Если человек подобен Богу, то он должен нести в себе отпечаток самого главного И в том числе творческой силы Бога Поэтому вот эти вот мысли Бердяева, они потрясающие Но их не обязательно связывать со всем пространством его мысли Не обязательно здесь, говоря А, говорить Б Откровение о творчестве прекрасно само по себе Или притча о талантах, да? Как ее можно понимать? То, что таланты, которые у нас вложили, нужно умножать Вот я говорил, что у меня с юношеских лет была какая-то жажда творчества Преображение действительности вокруг себя И я считал это каким-то греховным Ну, а представление о том, что греховно, что не греховно У меня были самые примитивные, естественно, семья была нерелигиозная И там вот, ну, посмотришь там на церковь, услышишь где-то, что вот греховно там Ну, яйца не красить, пасху, грубо говоря, там не выполнять какие-то правила И хорошо, это когда ты скромный, это когда ты там свои таланты зарываешь в землю Меня эта притча удивляла, как это так? Вот самый скромный человек, который взял, зарыл свой талант, ему здесь ничего не нужно И вот он оказался самым плохим А здесь же говорится о том, что умножаете вот эти вот дары То есть это как раз вот об этом творческом начале И много-много мест, ну, Гордяев говорил о том, что мы сами должны понять, что мы есть творческие существа Сами должны войти в это третье откровение Здесь он еще под влиянием Флорского, там, вот три эпохи Отца, Сына и Святого Духа Вот это у него соответствует эпохе Святого Духа И интересно, что о духовном водительстве, очень таком онточенном, ведь говорит и Новый Завет Возможно, ортодоксальная церковь и католическая, и православная где-то от этого отошла Не все ее представители, конечно, отошли О чем я говорю? В деяниях святых апостолов описываются очень глубокие, очень тонкие отношения человека и Духа Божия Вот когда Дух берет и ведет Филиппа в Самарию, и этот Филипп изгоняет бесов, исцеляет болезни, а потом его переносит еще куда-то И вот они были очень чутки к голосу Божьему Опять же, ничего не доказываю, если мы говорим о таких вещах, то мы принимаем некоторые вещи по умолчанию сейчас А потом уже можно подойти к этому критически, как угодно Вот было вот это водительство Духа, и это было самым главным, если мы внимательно будем читать Новый Завет или Послание Не видел того глаз, не слышал ухо, не приходило на ум человеку, что Бог приготовил любящим его А нам он открыл это Духом своим, ибо Дух проницает все, и глубины Божия То есть самое главное и там, это не правила, это не какие-то ритуалы Самое главное научиться слышать этот голос И вот интересно, что и в ортодоксии, и не в ортодоксии есть такое движение возвращения к этому первоначальному христианству Первого века нашей эры Люди пытаются научиться слышать голос Духа, быть водимыми Духом И есть такое движение, абсолютно не коммерческое, последняя реформация называется Они, хотите верьте, хотите нет, но как это рассказывается, человек слышит голос Духа Человек идет куда-то, встречает там больного, возлагает на него руки, все как в новом завете Человек исцеляется, вот такое вот водительство И тем не менее Бердяев говорит о чем-то большем Потому что даже здесь есть как будто некая пассивность Дух тебя ведет, Дух тебе сказал, сделай то-то и то-то Как он сказал, на ней по-моему Иди и возложи руки на Павла, на Савла Так ведь этот Савла, он же такой гонитель, убийца христиан Вот идеи возложи Люди были чуткими к Духу, но трудно найти момент сотворчества Момент, когда инициатива исходит от человека Имеет ли творчество смысл в такой перспективе? Для Бердяева творчество не менее важно, чем аскетизм Он говорил о том, что аскетизм это конечно же стяжание Духа И это полезно для всех Он говорил о том, что есть и великий подвиг творчества И должна быть творческая аскезия Он говорит, что в традиционную христианскую картину мира не вмещается Пушкин Вмещается Серафим Саровский, но Пушкин там не играет никакой роли Нужно и Пушкина как-то уместить И вот он говорит интересную вещь о воле гениальности Меня это удивило, потому что мы же привыкли как рассуждать Есть люди гениальные и есть люди не гениальные И это закладывается генетикой А до Бердяева генетика это что-то было чуть ли не отвратительное Его очень раздражало, когда ему говорили Ты похож на папу или на дедушку Потому что он не хотел быть частью рода Он все время искал вот эту вот улицу, которая идет перпендикулярно времени Родовая стихия подвластна времени Она разворачивается в этом царстве необходимости по Гердяеву Он говорил о человеке как об индивидуальности О человеке, который должен сам найти свой путь к этой улице И его гениальность не в том состоит, что от дедушки и папы какие-то таланты достались А гениальность это то, что он должен себе культивировать Это должно быть осознанной воли такой Ну и естественно сам смысл слова меняется Вот Бердяев изначально, я думаю, считал себя гениальным Ставил себя как гениальный И в этом не было никакой гордыни Он, кстати, был человеком очень скромным Он всегда как-то так относился пренебрежительно к какому-то самоутверждению Ко всем этим иерархиям академическим и прочим Он говорил, что боролся всю жизнь с аристократизмом в себе Он даже к революционерам пошел в юности ради того, чтобы порвать вот со своим аристократическим окружением И он сидел в ссылке вместе с Солначарским и Богдановым И вот это были его друзья А еще был у него друг Акимушка Простолюдин, с которым они ходили по разным местам, где собирались такие народные интеллектуалы Это был какой-то кабак в Москве, как он называется И там были представители всех возможных сект Там были баптисты, бессмертники и так далее, толстовцы и так далее И он ходил туда с Акимушкой, со всеми общался И он говорил, что Акимушка – это великий мистик И для него он значит гораздо больше, чем вот эти вот настоящие титулованные философы Ну, о чем я говорил? О том, что гениальность для Бердяева – это не что-то связано с гордыней, с манией величия и так далее Нет, это по нему путь для каждого человека Путь прорыва к этому трансцендентному То есть, когда ты туда движешься, ты уже в какой-то мере становишься гениальным Приобщаешься к этому, а ты можешь быть при этом абсолютно скромным Здесь есть Илья? Еще Так А это что было? Благодарность вам за такое внимание Благодарность Благодарность А, я не понял, за какое внимание? Никого не обидел, что? Про Илью спросил Не, мне просто тут нужен Илья? Ну, возможно, он подойдет, если что, без него справимся Итак, есть аскетизм – путь духа, и есть еще один путь духа – это творчество Ну, я вот так вот еще по главам пробегусь Вообще, сложно, наверное, не нужно излагать Бердяева систематично Потому что сам Бердяев говорит, что ему всегда тяжело давалась система Он абсолютно не систематичный мистический, стихийный мыслитель Ну, и, соответственно, также и нужно его излагать И вот я пробегусь по главам Творчество и пол Мужское и женское Род и личность Но мы говорили о том, что родовая стихия для него – это стихия необходимости Нужно из этой стихии вырваться А какую роль играл пол в философии Бердяева? Пол играл потрясающую роль в философии Бердяева Потому что настоящая философия, настоящее познание истины всегда эротично Потому что это всегда любовь И это не надо точно путать с сексуальностью Потому что сексуальность для него связана с родом И воссоединение мужского и женского – это и есть путь к вот этому абсолютному космическому человеку Который включает в себя и мужское и женское начало И андрогинность? И андрогинность получается То есть пол не играет в роли на самом деле Это не Майлинг Вот такой писатель, на которого очень герметическая традиция повлияла И вот там вот достижение совершенства – это когда ты андрогеном становишься Вот он этих андрогенов водил по Праге Вот такие были у него мистические, магические вещи У Бердяева не то У Бердяева самое главное – это вот это напряжение, которое существует между мужским и женским И оно существует в душе каждого человека И познание в конечном счете – это и есть вот это напряжение И очень много у него связанного с полом У него есть интересная статья о Розанове О вечном бабе он называется Розанова он называл метафизической бабой Вообще, человеком таким был очень добрым, кстати У меня жена возмутилась, как это так Розанова могут назвать Но зато он был человек Ильин Не тот, который нравится Путину, а менее известный Ильин Вот он у них с Лидией жил Лидия – это жена Бердяева Они его там поили, наверное, кормили А потом он ушел и какой-то пасквиль написал страшно на Бердяевой Потом собрались философы у него на квартире Его самого не было, жена И вот они говорят, спорят, пожал ли он руку тому или иную или нет И в конце концов спустилась жена и говорит, конечно же, пожал Потому что он в каждом человеке видел Божий образ Вот это для меня удивительно и очень важно Потому что я думал, что Бердяев Такой человек все-таки высокомерный И меня высокомерные люди пугали Ну, представляете себе, вот такая вертикаль Такой аристократизм духа Вот он постоянно говорит о том, что вот это приспособление Вот академическую философию он не уважал и так далее И есть люди, которые не пожмут руки даже за какой-то мелочи А Бердяев, вот он такой был Он мог и Лену и Акимушке пожать в руку И я думаю, что когда он о Розенове писал, он не хотел как-то его обидеть Просто он был беспощаден к идеям определённым И вот эта мистика Пола огромную роль для него играла Вот эта вот тайна любви Я говорю, что я начинаю тупить, когда волнуюсь Особенно с этим ноутбуком Поэтому я уже не буду презентацию показывать То есть творчество и красота Искусство и теоргия Творчество и мораль, новая этика творчества Так, ну вот сначала я всё-таки хочу дождаться или на момент теоргии Посмотрим А ничего страшно, если я ещё музыкальный пауз возьму Тоже такая песенка с мотивами Да, у меня большую роль играла в юности история про Заратустру у Ниши И вот в этой книге я видел что-то загадочное, что-то потрясающее Вот это вот восхождение Заратустры в горы, спуск в пещеры И то перерождение, которое там совершалось Казалось, что книга говорит о чём-то самом важном Но вообще известно, что Ниши написал «Проклятие христианства» Это один из самых антихристианских вроде бы мыслителей И он говорил о христианах как о людях, которые как призраки живут О чём-то потусторонним всегда мечтают, а о этой жизни не видят И, конечно, тогда меня больше привлекал Ниша Но интересно, что для Бердяева Ниша один из ключевых мыслителей Ниша – это некий предел философии для него Это такой подступ к пропасти, за которой уже должна начаться философия творчества И вот следующая песня называется «Заратустра будет здоров» Здесь есть такой христианский момент Мне кажется, что по-настоящему здоровым Заратустра станет, когда поймёт, что такое Евангелие Помните, он ходил в эту пещеру, а потом опять ему нужно было туда идти Вот такое ощущение болезненности на протяжении всего текста И интересно, что и в жизни самому Ниша как-то что-то подобное было Помните, как он плачевно закончил? Но я верю, что «Заратустра» однажды проснется и будет здорово Сколько раз выходил из пещеры И думал, что был изделён Но страшный недуг точил тебя изнутри Ты смотрел в это чистое небо И казалось, что снова влюблён Но чёрный огонь внутри тебя горит А на бездне плясали безумные дни Ты боялся смотреть в эти честные лица Ты боялся, что узнают они «Заратустра» человека-убийца Не войди В реки жизни дважды к небесам вопьёт невинная кровь Но я верю Я знаю, однажды «Заратустра» проснётся, он будет здорово Я знаю, однажды «Заратустра» Я знаю, что «Заратустра» проснётся, он будет здорово Ты, пущенная стрела Ты в душу свою стрелял Каки третья планет Звезы, звезда Связь, волос, с кольцом змея А этот круг может стать твоим я Как душа твоя война Пустой углой вокруг вина Нет, твой свидетель не исчез Бесконечный начинался процесс В чёрном зале, значит, лев и верблюд Но апрель-адвокат вдруг приходит на суд Он пройдёт листвой шелестя Заратустра проснётся, будет словно дитя Не войти, в греки жизни дважды к небесам Вобьёт невинная кровь, но я верю, я знаю, однажды Заратустра проснётся, он будет здоров Бесконечный начинался, будет словно дитя Заратустра проснётся, будет здоров Бесконечный начинался, будет здоров Заратустра проснётся, будет здоров Вообще, возможно, что кого-то озадачили некоторые из идей Бердяева Я сам со мной не согласен Но для меня главное вот это потрясающее откровение И я, как Бердяев, опять повторюсь Такое философствование ритма его мыслей похоже на море Творческое измерение, творческая роль человека Который, если копать так глубоко, как копал он Нет в мелоплатонизме, где есть лишь эманации того, что есть Который нет в материализме, потому что, ну что там Такое творчество, это есть некое рисование на песке Того, чего скоро не будет Оно не укоренено ни в чём Можно создать прекрасное произведение искусства Там всё это просуществует один миг, несколько тысячелетий И все об этом забудут И главное, что если в мире нет смысла А если мы будем говорить о том, что реально в конечном счёте Это только вот то, что мы видим, можем потрогать и так далее Тогда смысла нет То и творчество, соответственно, бессмысленно И в традиционной христианской антропологии Творчество тоже под вопросом Вот мы весной говорили о Джонатане Эдвардсе По потрясающим американским мыслителям и философам Но меня в нём настораживает то, что Человек сам вообще-то не делает ничего Абсолютное предопределение у него Единственным суверенным существом во всём мироздании является Бог Всё, что происходит, происходит по воле Божией Нет роли человека, даже если ему так кажется Или если брать более слабые формы Слабые в каком смысле? В смысле того, что утверждается традиционный, скажем, протестантизм Там речь в большей степени идёт о послушании И очень редко идёт о творчестве Возникает диссонанс Бердяев пишет, что всё творчество Оно же в основном за церковные ограды Люди в мире создают картины, статуи, научные теории И так далее, и так далее А церкви это не нужно Вроде бы для спасения это не нужно Ну а зачем творчество, если нет спасения? Получается, что и то в конечном счёте плохо, и это плохо И в то же время он говорил, что не нужно там ставить какую-то ограду Он говорил, что наступает творческая эпоха И человечество само через творчество придёт к истине А истина, что такое истина по Бердяеву? Истина это не логическая непротиворечивость, как в математике Истина это не соответствие с опытом, как в ампиризме Истина по Бердяеву это абсолютный человек, а абсолютный человек это Иисус Христос и Бог И поэтому истину невозможно как-то механически познать, разложить по полочкам С истиной можно только вести диалог, и ты всё равно никогда не вместишь в себя эту личность Но это постоянный такой динамический диалог И истину можно только любить Если ты её любишь, тогда ты её познаешь Если любви нет, тогда там будет всё наглухо перекрыто Кажется, к нам пришли, да Кажется, к нам пришли, да Ну, совсем немножко про творчество и общественность, оккультизм и магия И потом перейдём к теоретической части И к вопросам тоже перейдём Творчество и... Творчество это не создание продуктов культуры Бердяева просит Творчество это создание нового бытия И в том числе общественного бытия Нужно преобразить всю нашу жизнь Вернее даже создать её То есть не изменить то, что уже есть, а создать Небесный Иерусалим по Бердяеву опускается с неба И человек является как бы транслятором этого небесного Иерусалима И царство духа это царство свободы Поэтому государство в конечном счёте будет упразднено по Бердяеву Это мистический анархист в общем-то Это человек, который говорил, что когда придёт подлинная свобода, подлинная любовь Государству в общем-то не нужно будет Этот небесный город, новое общество Оно постепенно опускается сверху Ну и такая маленькая ремарка Некоторые связывают мистику, оккультизм и магию Конечно же, в мистиках у Бердяеву никакой не оккультизм и никакая не магия Если мистика это вертикальное измерение, это путь в область духа То магия и оккультизм это некое рабство у нижних стихий, нижних миров, астральных, физических Магия это некая манипуляция природы с какими-то инизменными целями и так далее и так далее Поэтому ни в коем случае не нужно путать магию, оккультизм Вот он очень любит вспоминать Рудольфа Штейнера С одной стороны, он большое значение видит в его деятельности и говорит, что Вот современный оккультизм Он заново ставит вопрос о космичности человека Потому что там по Штейнеру все планетарные системы созвездия Все это связаны с человеком и так далее и так далее И в то же время человек как бы опрокинут в космос у Штейнера, побердя его Человек разделен на эти стихии И он говорил, он же видел Штейнера лично, он дружил с белым, а белый был Штейнерианцем когда-то Он говорит, я не видел более безблагодатного человека Такое ощущение, что он жаждал одной только силой воли прорваться в эти миры духа И я вот вспоминаю, когда ты интересовался антропософией, сейчас радикально от этого отмежевался Ты с одной стороны чувствуешь воодушевление от того, что как будто бы приоткрываются какие-то дверки духовные А с другой стороны, потом чувствуешь себя нехорошо Как будто порабощение или там очень много упражнений, там очень много правил, 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 правил И человек как бы связывается всей этой паутиной А Бердяев это такой, я бы сказал, лифт бесконечности Вот он без всяких учений, упражнений, своими книгами Моментально может выдернуть человека и показать ему, что духовный мир существует, мир творчества есть Мы можем обрести к нему доступ Вот я немножко понастраиваю гитару и еще раз вернусь к проблеме теоргии Как говорил наш мыслитель, творчество это не создание произведений искусства И Фауст, Сикстенская Мадонна, скульптуры Микеланджело Это еще не творчество Это как те ракушки у Бергсона А это остатки бушевавшие когда-то в этом месте жизни А само творчество существует именно в тот момент, когда что-то творится Само творчество необратимая и живая стихия И оно в конечном счете есть теоргия, мистическая связь с Богом Трансляция вот этих запредельных смыслов Я вот говорил о Егоре Летове, почему для него так важен был Бердяев Это человек, который рассуждал так Есть люди, которые всю жизнь пишут свой совершенный стих К таким людям относятся, по его мнению, Пушкин и Шевчук Ну и многие другие А он, Летов, рассуждает как Бердяев Он говорит, что задача настоящему творческой личности Прорываться к вот этому запредельному и открывать портал из этого запредельного в наш мир А то, что там объективируется, это уже второй вопрос Конечно, я не хочу рекламировать Летова И он, кстати, очень далеко отошел во многих отношениях от Бердяева Потому что Бердяев все-таки говорил, что через искупление должен пройти каждый Каждый должен раскаяться, восстановить связь с Богом И вот потом уже дерзновение начинается У Летова сразу дерзновение Вот он через шаманизм, через наркотики сразу пытался пробиться Вот это вот абсолютное запредельное Но мы сейчас попробуем все-таки заняться творчеством по Бердяеву Выйдем из сферы безопасного, уже придуманного И попробуем в данный момент что-то создать Все могут поучаствовать Но я такой маленький мотивчик, наверное, начну Звучит музыка Звучит музыка Играет музыка Для творчества нужно скачаться немножко, чтобы это пройти Играет музыка Для творчества нужно скачаться немножко, чтобы это пройти Играет музыка 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 Ладно, передаём слово, если хочешь. Ладно, передаём слово. И продолжим. Ладно, передаём слово. Демоническое зло человеческой природы сгорает в творческом экстазе и притворяется в умное обытие. И во всякое зло есть прикованность. Если кто-то хочет поучаствовать, я даю слово. Если нет, то будем постепенно завариваться. Светит злым и добрым стихи и в пути управляя. Светит орлам и клопрая. Светит злым и добрым стихи и в пути управляя. Светит злым и добрым стихи и в пути управляя. Светит злым и добрым стихи.